Добрый день, дорогие друзья! Вы снова на канале ОМЗАП и с вами я, Роман. У нас сегодня очень интересный и необычный случай. Автомобиль такси Hyundai Sonata с двигателем G4NA с жалобой на стук. И у нас есть недалеко владелец, который готов нам поведать историю данного автомобиля. Так давайте же у него поинтересуемся, что же с ним произошло и какой пробег у него. Здравствуйте! Представьте, что у вас случилось с машиной и в двух словах, что вас привело в сервисе. Здравствуйте! Еще раз, меня зовут Дмитрий. Автомобиль в личном пользовании эксплуатируется в такси. Приобретался год назад в середине июля. За этот период времени успел пробежать 76 тысяч, в основном такси и два раза Крым. Значит, начались звуки на холодную. Стуки. Стуки, да. Он сейчас прогрет. Он прогрет не виден. Далее, значит, имея в виду всю эту общую проблему, была тревога. Дальше, значит, удаляем катализатор. Начинается жир масла. И в итоге, в общем-то, ищу спасения в этой организации. А вы сказали, что еще делали эндоскопию. Эндоскопию делал самостоятельно. Вот первоначальные вертикальные риски. Вот они как раз меня насторожили. Я побежал удалять катализатор. Удалили катализатор. Прошивка под Евро-2. И жир масла. Жир масла, я вам сейчас скажу. Один литр на три с половиной тысячи километров. Да, это чувствительно. А масло такое используете? Масло я использовал сначала, пока был у дилера. Несколько замен у меня было на Shell Ultra Helix Ultra. 5.30. Да, 5.30. Потом этот же дилер мне рекомендовал Look Oil. И в последующем, когда уже отказался от дилера, также продолжал лить Look Oil HKE. 5.30. 5.30, да. 5.30, но оно по подопускам А3-Б4. А, ну, современное масло, да. А как часто меняли 7-8 тысяч? Значит, один раз у меня была просрочка по замене. 15 тысяч. Была просрочка, это в пандемию было. Но в любом случае 15 тысяч гарантированной заводом вы обходили? Нет, более 15 тысяч у меня не было. А пока был у дилера, я менял 10-11. От дилера отказался. Значит, один раз 15 тысяч просрочка. И в последующем 7-6. Спасибо большое. Тогда разберем, посмотрим. Нас задируем и отремонтируем. Я думаю, проблемы исчезнут. Будет ездить долго и счастливо. Зарабатывать спокойные деньги. Надеюсь. Сняли мотор. Внешне мотор сухой. Никаких течи масла не видно. Да и жалоб не было на течи. Сейчас разберем. Посмотрим все-таки, что же явилось причиной массажера и стука. Ну, наше предположение, естественно, это задира. Привезли блок с нашего такси. Вот двигатель G4NA. Блок здесь. Кстати, один из наших подписчиков спрашивал и просил показать химическую мойку агрегатов, которые у нас есть. Вот, пожалуйста, этот блок с пробегом в 70 тысяч у нас отмыт нашей химией. Блестит. Ой, как новый. Вот он. Со всех сторон его покрутить. Естественно, после росточки и гильзовки его еще раз помоют. Это безусловно. Просто вот таким образом он выглядит. Сейчас покажем вам как раз. Обратите внимание-то, да, тоже многие товарищи нам на предыдущие видео наши писали. А, про масляные форсунки не говорите. Вот они. Заводские места под установку. Они здесь и стояли, само собой. И однако у этого блока видны задиры. Начинаются. Да, вон они. Причем на всех цилиндрах. Особенно хорошо вот здесь вот видно, да. Вон прям стерто. И масло, да, повторимся. Он лил лукойл 5,30. Поджарилось на днищах поршней вообще с такими прям вот. Их уже сняли с шатунов, потому что поршни будут заменены на новые. На них есть вот небольшие задиры. Так, это я неудачный поршень взял. Вот они. Задиры видны. Блок чуть попозже покажем. Вот здесь, здесь тоже задиры. Но самое страшное то, и здесь так же. Небольшие, но они есть. В общем, на этом небольшом пробеге уже начинает подтирать вот это вот антифрикционное напыление. Самое-то удивительное. Для нас это не удивительно. Это встречается практически на 99% двигателей. Когда появляются задиры, а здесь они уже в начальной стадии, но достаточно большие, масло-съемные кольца всегда залегшие. Обратите внимание, да, компрессионные ходят, нормально работают, а масло-съемное залегло. Причем оно там, вот в этом поршне, тут просто не подписано с какого-то цилиндра, оно не шевелится даже вообще. Хотя владелец заливает масло Лукойл 5,30, что достаточно жидкое. А почему 5,30? Потому что видите, здесь канавки под кольца, они достаточно узкие по сравнению. Для сравнения сейчас найдем где-нибудь другой поршень, покажем, что там канавки более широкие. Вот такие канавки требуют более жидкого масла, такое как 5,30. Для того, чтобы оно успевало из-за своей жидкости уходить внутрь поршня через вот эти отверстия. А если вы заливаете масло типа 5,40, то оно достаточно густое и более медленно уходит в эти отверстия. И недостаточно хорошо снимается этими кольцами, что приводит точно так же к закоксовыванию. Но хотя, опять же, владелец Лилл 5,30. И мы сталкивались неоднократно, что владельцы приезжают на разных маслах. Причем как 5,30, 5,40. Один даже был владелец, можно будет посмотреть видео. Он специально зимой заливал 5,30, а летом ездил, по-моему, 5,20. И он специально на этом акцентировал внимание, что ели вот такое масло пожиже. И тем не менее, один фиг его постигла эта неудача с загирами на цилиндрах. Так что вот, видите, здесь уже надо конкретно разбираться по качеству масла. Потому что вот не должно быть столько кокса. Когда машина, хотя работает у него и в основном-то по городу раз такси, но он же два раза ездил в Крым, как сказал. А это уже порядка 5,000 километров туда-обратно. Нет, 1800. Поэтому неправильно это то, что такое большое образование нагара. По классификации масел он использовал достаточно свежее, новое масло SG. Оно должно соответствовать таким двигателям. Но это, соответственно, комплект поршней, который будет сюда установлен. Новенькие, запечатанные. Вот, это то, что сюда будет установлено. И о качестве. Да, тоже там много людей писали комментарии, что, мол, типа, как так? Вы не ставите китайские поршни, типа, да? Но зато ставите китайские гильзы. Мы вам уже отвечали на такие комментарии. Еще раз повторюсь, что технические требования вот к этим гильзам, они даже очень сильно отличаются от требований к поршням. К поршням, потому что одно дело, вы берете обычный там чугунный цилиндр, вот он, кусок трубы, грубо говоря, да? И вы его обрабатываете резцом как снаружи, так и внутри. И если вдруг там какие-то дефекты возникают, то мы это увидим при обработке этой гильзы. Но, как правило, качество достаточно стабильное. Здесь такого еще ни разу не было. То поршень мы проверить никак не сможем. Вот он какой есть, такой есть. Если он оригинальный, так мы уверены в его качестве. А если это какая-то китайская подделка, то мы не можем, опять же, гарантировать качество. Только из-за того, что мы этот поршень... Можно, конечно, его каким-то образом проверить, просветить. Но это все деньги. Зачем это надо делать? Здесь как раз стремимся минимизировать стоимость ремонта, а не наоборот его до небес вознести. Так что вот, гильзы тонкие. Сейчас покажем толстые. Подождите. Вот зачем толстые гильзы? Нет, понятно, что если есть какие-то блоки с какими-то своими чудесными размерами и диаметрами, под которые невозможно подобрать вот такие адекватные гильзы, она, естественно, используется вот такие. Но это редко. В основном, вот нормальные адекватные гильзы, которые будут использованы вот под такие блоки. Но если, опять же, отвечая на ваши вопросы, что у кого-то там гильзы толще. У нас толще. Сейчас давайте посмотрим на вкладыши. Шатунные, прям, смотрите, идеальные. Да, тут даже все отлично. Коренные. Следы работы видны. Маленькие. Ну, тоже не критично. Но лучше поставить коренные, наверное, новые. Ну, это сейчас мы знаем, что там согласовали с владельцем. Видите, такие небольшие. Видно, да? Криминала нет по вкладышам. Стук тут в основном был вот из-за поршней. Здесь, да, ну, коренные надо бы поменять. Видите, вон, царапины появляются. Это, скорее всего, Либо вот эти куски туда попадают. Хотя они же, опять же, через маслоприемник попадают же через масляный насос. Через фильтр фильтруются. И все равно здесь какие-то задиры образовываются. Это компенсаторы его. Ну, и вот два компенсатора нашли. В них маленький люфтик есть небольшой. Там руками ощущается. Но лучше заменить. Потому что вот он там. Сейчас шумно в цеху не передашь. Но вот есть такой небольшой зазорчик у них. Могли последствия. Но лучше поменять все, чтобы потом не было такого. Поменяли два, а потом опять началось. И так дурако не стоит, чтобы экономить на этом. Блок уже в агрегатном цеху. Гильзы уже запрессованы. Сейчас мы их растачиваем под поршни. Вот, видите, гильзы там уже запрессованы. Вот он серенькое. Все от начала и до конца. Через пару минут перенесут его на хонинговальный станок. Начнут наносить хон. Ну, а мы поехали с вами в цех. Привезли блок в цех. Диму установил коленчатый вал. Сейчас поставят плиту. Потому что после этого будет собирать дальше. Пошли, соответственно, новые стоят. Вместе с кольцами. Сальники, разумеется, тоже все будут стоять новые. Вот сейчас задний сальник коленвала поставлен. Новый. Ну и форсунки, соответственно, масляные тоже стоят. Никуда не делись. Ну и пойдемте посмотрим, что еще у нас нового есть. Головка, разумеется, перебрана. Клапаны притерты. Колпачки масосъемные заменены. Клапаны все почищены от нагара. А здесь мы, соответственно, разложили те детали, которые будут заменены на новые. Разумеется, комплект прокладок и уплотнений. Также будет заменен масляный фильтр, воздушный фильтр, натяжитель. Гидрокомпенсаторы будут заменены. Вот они здесь все лежат. Ну, один достали для примера. Остальные там. Да. Свечи зажигания новые будут установлены. Комплект болтов одноразовых. Цепь привода. Масляный насос у нас останется новый. Останется старый, вернее. Потому что вкладыши коренные и шатунные были как новые. Они также у нас останутся старыми. Потому что заменять их не требуется. Износа на них абсолютно нет никакого. И масло будем заливать сюда 5,20. Вот такое. Вы спросите, почему 5,20? Потому что на таком маленьком пробеге, как у этого данного двигателя, там было порядка 70 тысяч километров, кольца уже маслосъемные залегли. Что говорит о том, что используемое масло было недостаточно качественным и недостаточным по вязкости. Раз компрессионные кольца оказались нормальными, они не были залегшими, а залегли только маслосъемные. По нашей версии, это связано с тем, что из-за вязкости масла оно недостаточно быстро уходило через маслосливные отверстия в канавке поршневого кольца. Поэтому на данный двигатель было решено залить масло 5,20. И чтобы быть до конца объективными, вот такие поршни были установлены в блок. Оригинальные кольца мы используем вот такие. Это не оригинал, но качество проверено. Используется достаточно давно. Ходит долго и нареканий или каких-то возвратов со стороны производителя. И клиенты не жаловались, ходит долго тоже. Мы довольны качеством колец. Поэтому поршни оригинал, кольца вот такие, УПР. Дорогие друзья, я, конечно, все понимаю, но вот мы только что пришли с обеда, и наш любезный Дмитрий, он уже мотор поставил. Мы еле успели на первый запуск. Ну, помулясь, заводим. Так, работает. Сейчас обороты упадут, но поработает немножко. Первый запуск, естественно, поднимает чуть больше тысячи. Лампочка давления масла гаснет быстро. Все остальные лампочки тоже погасли. Ну, аирбэк, ремни безопасности горят. Это непристегнутые сидим. Так, да, работает опять же ровно. Вибрации нету. Посторонних шумов тоже. Заглушим двигатель. И сейчас дольем уровня жидкости всех, проверим. И уже после этого еще раз заведем, выгоним на улицу. Она постоит, поработает, прогреется до конца. А то, если мы будем здесь в цех уголить, мы тут все задохнемся. Ну, и поскольку вы в своих комментариях к нашим видео по ремонту двигателей просите очень часто указать стоимость работ. Вот в данном конкретном случае, на данный конкретный автомобиль, в данное конкретное время, стоимость ремонта составила 113 450 рублей. Вот и у меня есть заказ-наряд, подтверждающий мои слова. Ну, а вы пишите свои комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. С вами был я, Роман. До новых встреч в эфире. Пока.